Европейский народный университет Европейский народный университет Европейский народный университет Грецию, а викинги закупали что-то в России или наоборот отнимали. В общем, взаимоотношения были всякие. Когда торговля осуществлялась между странами, то проводилась она под контролем власти, феодальной власти. Нужно было платить за то, что ты занимаешься торговлей, куда ты везешь свой товар. Потому что монополия принадлежала королю, или царю, или хану. Поэтому буржуазные революции в Европе были направлены именно на обеспечение свободного рынка. Но не следует надеяться на то, что утвердившийся капитализм чудесным образом изменил природу чиновничества. Чиновники ведь тоже люди. Они хотят разбогатеть. И если в конкретном государстве не сформирована эффективная система борьбы с коррупцией, то у чиновников всегда будет соблазнен за откат, за мзду, предоставить льгот или выгодный госзаказ своим строителям, скажем так. Ограничить возможности чужих строителей, чтобы не мешались. Поэтому интересы бизнеса часто противоречат поддержке свободного рынка. Бизнес думает о своей прибыли. А кто сказал, что лучший способ получения прибыли – это удовлетворять желания потребителей? Гораздо проще получить выгодный госзаказ и дополнительную прибыль, чем и пользуются многие бизнесмены. Вот так и формируется капитализм для своих олигархов. И так происходит во всем мире или только в нашей стране? Ну, не совсем. Тот, кто путешествовал по России, Италии, Швеции, США был, в Канаде. Те, кто сравнивал господствующую там практику, обычаи, то, несомненно, заметят разницу. Хотя во всех этих странах установились рыночные отношения, экономика одних весьма эффективна, обеспечивает высокий, по сравнению с нашим, уровень жизни, а в других господствуют вражеские, коррупционные, мафиозные порядки, при которых узкая группа чиновников и приближенных к ним олигархов купаются в роскоши, а народ перебивается от зарплаты до зарплаты. Если жизнь простых граждан зависит от принятых порядков в стране, от обычаев, то, следовательно, благосостояние самого народа зависит от той политической культуры, которую имеет этот народ. Как говорится, народ заслуживает то правительство, которое имеет. А можно примеры? Россия, мы пассивны, мы не выходим на улицы, мы терпим, мы получили вообще прозвище «терпил». Позорное прозвище, надо сказать. Но давайте перейдем к другим странам. Так, например. Вот, жить в Южной Италии, в Сицилии, в отличие от Северной, значит жить в мире, где реальная власть принадлежит мафии. Именно мафии. Где законы не исполняются. Где полиция продажна. Коррупция и казнократство тотальны. Италия создала понятие «непатизм» и довела до совершенства представление о клановости. Именно кланы определяют жизнь Южной Италии. Клановость подавляет свободу слова. Уничтожает мотивацию к учебе. И ставит под удар перспективы карьеры каждого человека. Человек хочет получить образование, но ему советуют не проявлять рвение в учебе. Носить портфель за профессором. Это гораздо лучше обеспечит вашу карьеру. Даже врачи скорой помощи в Южной Италии получают повышение не в зависимости от достигнутых результатов, а в зависимости от своих политических пристрастей. До 1990 года, задумайтесь, до 1990 года, итальянские фирмы, южно-итальянские фирмы, заключали соглашение с целью обмана покупателей. Теперь, правда, эти соглашения не афишируются, но они по-прежнему имеют место. Добавим, что в Южной Италии вообще конкуренция считается грехом. Там фирма получает выгодный госзаказ на строительство не по итогам честного конкурса, а благодаря связям ее владельцев с министром. Самый простой способ разбогатеть в Южной Италии заключается в том, чтобы использовать связи в политической сфере и получать государственный заказ. Напоминает, напоминает. Это все как у нас. Только у нас нет сицилийской мафии, но критча во языцах. А у нас вроде штампа такого нет, но все ведь то же самое. Вот все-таки давайте за океан махнем. А в США как с этим делом? США повезло. У них становление демократии началось еще до промышленной революции. То есть, люди понимали, что власть формируют они. Что власть зависит от них. От простых земледельцев и скотоводов. Но это дало определенный результат. Вот, скажем, принятый в 1890 году антитрестовский закон Шермана явился результатом борьбы населения с монополиями. То есть, монополии протестовали, а конгрессмены вынуждены были учитывать настроение населения. Уважение прав собственности, святое соблюдение договоров, обязательств и вера в экономику свободного рынка всегда приносили Америке огромную пользу. Всегда. Они обеспечили процветание многим миллионам иммигрантов, приехавших в эту страну. Сравните. Чтобы на фактах показать. Чтобы открыть свой бизнес в США, требуется всего 4 дня. А в Италии 62. А в Индонезии еще круче. 128 дней. Чувствуете разницу? Разницу чувствую. А в России есть цифры? В России без отката вообще нет. Даже за 128 дней. Понятно. То есть, даже до Индонезии нам далеко. В США тоже встречается коррупция. Но пока она не составляет сути общественных отношений. Это как бы скорее исключение. И прежде всего, из-за позиции самого населения. Население, столкнувшись с коррупцией, предпочитает донести полиции, прокуратуре, другим органам о том, что с них требовали взятку. Оно не хочет платить взятки. Оно не хочет платить откаты. В отличие от граждан большинства других стран, американцы свято верят в могущество конкуренции и верховенство права. Вот это такая национальная особенность. И готовы за это бороться. Используя как полномочия депутатов, прокуратуры, суда, полиции, так и проявляя личную активность. Благо, законы США дают им в руки мощные речи. То есть, получается, что в США сегодня капитализма для своих нету. И там все с этим делом благополучно. Или, может быть, все-таки не совсем? Место представлений о важности свободных рынков и конкуренции постепенно занимают деловые интересы тех, кто делает бизнес. Что сильно расшатало равновесие американской демократии. Признаем это. По мере того, как деловая элита США приобретала все больший контроль над политикой, общественная поддержка населения рыночной экономики сокращалась. И США элита приобретала все больший контроль над политикой. Сегодня 77% американцев считают, что горстка богатых людей и корпораций обладают слишком большой властью. 77% недовольных. Именно корыстными интересами своих можно объяснить, что за последние 10 лет реальные доходы американской семьи сократились на 7%. Это много. А если сравнить заработок отца и сына примерно в равном возрасте, то у сына заработок меньше на 19%. Так что неудивительно, что в стране растет популизм, который становится угрозой для традиционной рыночной экономики. Есть ли что-то, что можно было бы противопоставить вот этому самому капитализму для своих, ну как-то блокировать корыстные интересы бюрократии олигархов? Есть. мировой опыт показывает, что есть. Противопоставить можно прежде всего гражданскую активность простых людей и, конечно, политическую конкуренцию. Когда одна партия у власти, а другая у оппозиции, то она прикладывает все усилия, чтобы контролировать правящую партию. И все вот эти вот самые олигархические отношения, все госзаказы для своих становятся известными. И правящая партия теряет свое место правящей. Но есть и другие закрепленные законом и обычаями барьеры для корыстного сговора бюрократии и деловых кругов. Человечный, предназначительный, предназначительный, это, например, гласность в работе органов власти. Скажем, канадцы добились, что они могут получить любые документы органов власти для того, чтобы проверить, как органы власти работают. И при необходимости имеют право выступить в роли прокурора с частным обвинением против конкретного чиновника. Есть другие законы, например, иски в защите неопределенного круга лиц, когда вы один можете выступить в защите всех жителей города или дома, в котором вы живете, против конкретных чиновников, заключивших договор, допустим, на ремонт канализации со своей фирмой и заплатившей огромные деньги из наших с вами налогов. То есть есть методы. Например, я столкнулся с тем, что американские правоохранительные органы устраивают провокацию. К конгрессмену приходит человек, одетый как арабский шейх и предлагает конвертик за принятие нужной поправки. Конгрессмен берет конвертик, дверь раскрывается, входят люди, одевают ему наручники. То же самое происходит в Сингапуре, то же самое происходит в Южной Корее, на Тайване, в Японии. То есть способы борьбы с незаконными отношениями бизнеса и власти отработаны. Я был поражен, когда узнал, что оказывается президент без приглашения не может войти в здание Конгресса в США. Нет таких прав. То есть до какой степени разделение властей, что даже физически войти не может? Физически не может войти, да. Вообще есть множество способов, но этих способов в инструментарии россиян нет. Мы можем только выходить на улицу, бороться за разделение властей против капитализма для своих мы не можем. Нет суда и нет законов. Ну, да. Разумеется, чиновник, который получил взятку, он, конечно, ему хорошо, он стал богаче, но обществу-то в целом становится беднее. Ну, во-первых, многие это не понимают и говорят, меня это не касается, я политикой не занимаюсь. Ну, давайте задумаемся. Если вместо двух километров дороги построят всего один, а деньги, предназначенные для второго в чемоданчике уйдут чиновнику, подписавшему годзаказ, то от этого пострадаете вы, не кто-то. Значит, ваша пассивность, ваше нежелание заниматься политикой бьет по вам лично. Да, этот чиновник, наворовав побольше денег, уедет в Европу и везет туда семью. Там и дороги хорошие, и медицинское обслуживание, и школы замечательные. А вы останетесь жить в нищете без дорог и без школ. Вас и это устраивает? Если нет, проявляйте гражданскую активность. Боритесь с капитализмом для своих. Ведь Россия невероятно богата. Богата нефтью и газом. Благодаря этому мы живем еще как-то. Но мы не станем страной с высоким уровнем жизни, пока не обуздаем коррупцию. Пока она не перестанет быть стержнем нашей власти. Пока не изменим наши обычаи и наши порядки. Только это может сделать Россию комфортной для жизни. А пока у стен нашего пенсионного фонда толпятся дорогущие иномарки, а пенсионеры копаются в помойных баках, мы не можем считаться развитой страной. мы сегодня на одном из последних мест в мире по обеспечению свободы предпринимательства. наша полиция пытает наших граждан, а суды осуждают по приказу свыше невиновных. мы тем самым сохраняем капитализм для своих. Ну да, вообще Россия такая интересная страна, да, ведь период абсолютной монархии прошли все страны Европы, да вообще весь мир, но в Англии уже в 1215 году были заложены основы ограничений вот этой самой королевской власти, абсолютной монархии, а уже в конце 17 века, в 1688 году Англия превратилась в конституционную монархию, а у нас ну вот то, что есть, до сих пор никак не можем. Английский король не обладает никакими правами, кроме того, чтобы прочитать текст, который ему дал премьер-министр. А наш король царь обладает всеми правами двинуть, продвинуть и убрать кого угодно, принять любое решение и даже оформить его в виде закона. У нас последний царь написал в анкете, что он по должности хозяин земли русской. Так оно и было? Да, ну и Сталин и Ельцин полагали себя хозяевами, называли. Мы отстали от Англии лет на триста. Представляете? Ну да. Мы ездим на тех же самых автомашинах, но по сознанию, по политическому культуре лет на триста сзади. и главное, что у нас Конституция это всего лишь бумажка. Выборы это декорация. А монархия сохранилась до сих пор. Корыстная бюрократическая вертикаль ради обогащения навязывает России самую неэффективную систему капитализма. капитализм для своих. Это она делает это дело. Но при нашем согласии. Сможем ли мы противостоять этому? Когда? Вопрос риторический. Спасибо, Петр Сергеевич. Уважаемые зрители, в следующий раз мы поговорим о капитализме мы поговорили, что такое капитализм и что такое капитализм для своих. А в следующей передаче мы проанализируем все-таки такую модель как социализм. Ведь не секрет, что у нас многие мечтают о социализме, хотят вернуться в социалистическое прошлое. Так вот, в следующей передаче мы с вами попробуем рассмотреть почему этого не стоит делать. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Редактор субтитров